В 2011 году мы поехали на Всероссийский образовательный форум Селигер на смену интернет-видео. Вон он, вон он. Давай-давай, сюда! Сюда-сюда! Давай-давай-давай-давай! Ребята, вы готовили небольшой ролик, за то, что происходило у вас. Походи, походи, походи. Походи вот здесь. Ну что ж ты, опаздываешь? Я думаете, знал? Ты на этом пути снимал? Да, прикиньте, крышку про**ал. Я тоже. Нормально. Чувак, ну ты вообще себя спутаешь. Зачем у меня штатива не было? На книжке вас не пахнуло. Я вас приглашу на сцену. Вы выйдете, вам помогите. А у меня есть кого-то там? Я не люблю, я не рада была. Ты отдаешь на сцену? Да, на утро, да? Да. Да. Я сейчас буду получать грант на «Селегире» 2011 года. Пойду на сцену. Граждане государственной думы. Депутаты государственной думы. Рубавители фонда «Национальная перспективность» Евгений Юрьевичем 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 Юрьевичем. ХТВ. 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 Александр волнуется. Всем приветствовать. Прекрасно. Ну что ж, победители «Информ-коток», ребята, я вас приглашаю на сцену. Не все, но те, кто довольно ярко дарил себя на этой сцене. Александр Далкин, ХТВ. Помните ХТВ, нет? Виктор Андронов, также ХТВ. Даниил Ефремов. Мадина Курбанова и Юлия Самойлова. Все они получают гранты от информационного потока. Давайте поаплодируем. Я вам обещаю, через год вы будете их знать и помнить. Поаплодируйте ребятам еще раз. Спасибо большое. Ну что ж, как всегда, смена у нас очень серьезная. Будущие министры, президенты, экологи. Хочется добавить немножечко трэша и показать вам небольшой видеоролик. Это сборник из того, что здесь мы снимали. Ребята, что-то вы уже видели. Внимание на экран. Здравствуйте, с вами ХТВ. И сегодня мы выясним, почему нельзя выходить из палатки после часу ночи. Витя, ты видишь это? Она в носке. Его же не было. Все, ребят. Начинается. Да, это прикольное ощущение. Я таких еще не испытывал. Ну а в тех местах. Может быть, у него очень красиво, но за то удобно. Да, это прикольно. И это прикольное ощущение. Когда ты здался, с ней Libby. Махааааа… Махаааа… Махаааа. Махааа… Махаааа… Маха…. Махааа… 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 Тебе скучно, чем заняться, заняться, а не так хочется. Это информфоток. Специально для вас поаплодируйте, ребята. Друзья, громче, громче, громче! Наши аплодисменты сегодня. Это была круга. Мы не забываем ни о ком, особенно о тех, кто ярко и дружно пробовались в смену. Они удивляли нас своей пластиковой одеждой и привлекали внимание общим проблемам нашего дома. Проект, без которого не состоялся бы рекорд Селигера по сбору. Мыло не украли. Сейчас расскажу о проекте ХТВ, который родился на Селигере и сразу же стал популярен. Всем командам участников смены интернет-видео давалось задание. Нужно было быстро снять и смонтировать определенный ролик по определенным условиям. В первом задании нужно было использовать в нем три слова. Лидер, страсть, розетка. Именно в этом ролике мы решили обыграть неприязнь руководителя Федерального молодежного агентства Василия Якименко к людям, которые носят сандали поверх носков. А заодно и прошлись по правилам форума, которые запрещают перемещаться по лагерю с часа ночи до 7 утра. Здравствуйте, с вами ХТВ. И сегодня мы выясним, почему нельзя выходить из палатки после часа ночи. Сейчас на моих часах половина второго. И мы выйдем из палатки и посмотрим, что там снаружи. Держи, мы вовремя! Ребята, она в носке! Витя, ты видишь это? Она в носке! Его же не было! Все, ребята, на этом наш эфир ночной закончен. Дальше, смотрите, эксклюзивное интервью с лидером движения «Страсть к розеткам». Неболее талантливый инициативный молодежь системы «Страсть к розеткам». ХТВ! Еще одно телевидение на букву «Х». Здравствуйте, а зачем вы дели сандали с носками? Потому как, во-первых, два момента есть. С одной стороны, песок может натереть ногу, а во-вторых, комары кусают. Чтобы меньше комары кусали. Именно в тех местах. Может быть, это не очень, так сказать, красиво, но зато удобно. А знаете ли вы, что на самом деле... А дальше уже ваш креатив и ваш продакшн? Таким было задание для второго и третьего ролика от руководства «Информпотока». Привет, Селигер! С вами ХТВ. И сегодня мы разыщем хозяина отпечатка вот этой вот ладони, раскиражированного на майках проекта «Все дома». И поможет нам в этом очаровательная Екатерина. Привет! Привет, ребята! Мы ищем хозяина вот этой ладони. Ты можешь приложить руку? Не подходит. Привет, мы с ХТВ. Мы ищем хозяина отпечатка вот этой вот ладони. Можешь приложить руку? Можете подождать секундочку? Прям вот, прям вот, вот, вот прям чуть-чуть. Это не моя. Привет, мы ищем хозяина отпечатка этой руки. Приложи свою руку, пожалуйста. Не буду я прикладывать. Это мой отпечаток руки. Да ладно, у тебя же такая большая рука, как так может быть? Так. Давай проверим. Давай проверим. Ну да, это вообще не подходит. Ты че? Ты нас обмануть хочешь? Я говорю, что это отпечаток моей руки. Смотри сам. Еще один трошачок. На этот раз про тайны Селигерского музея. С вами ХТВ. С вами снова ХТВ. Сегодня мы поговорим с единственными людьми на Селигере, которые живут не в палатках, а в землянке. Расскажи, пожалуйста, как вы тут живете, вот в этой землянке? Ну, вообще-то это музей, наша общая победа. И мы здесь не живем. Здесь представлены вещи Великой Отечественной войны. А вот они здесь живут. А кровати тоже для них скажешь? Да, они ночью оживают и вожатся на эти кровати. Охраняют данный музей. Да ладно, я-то думал, у нас серьезный разговор будет. Ну, не хотите, не верьте. Но это правда. Жаль. Ладно, Витя, пошли на монтаж. Три сюжета слишком много. По итогу смены мы на двоих получили три гранта от Василия Якименко. Александр Долгих. Человек, с которым я познакомился на Селигере. Он из Мурманска. Мы с ним вдвоем сделали проект ХТВ. Воодушевленный успехом на всероссийском уровне, мы решаем, что нам стоит и дальше поработать вместе. Он приезжает сюда на месяц. И мы начинаем делать то же самое, что и делали на Селигере. Здравствуйте. Вы смотрите телепрограмму «Четки» в эфире телекомпании «Гержинск». Ничего личного. Стой. Стой. Спустя месяц работы мы обнаружили интересный факт. То, что вызывало восторг там, здесь не вызывает ничего и ни у кого, кроме равнодушия и недоумения. Поэтому Санек собрался и уехал опять в Мурманск. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить, а почему вы здесь играете, в лесу? А вы уберите, я расскажу. Ладно. До следующей недели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok